Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, канал LEGO CrazyMotion и после долгого перерыва я опять немножко возвращаюсь к работе, как я уже делал, как вы уже читали, если кто читал. Так, похоже, я опять разучился вести обзоры. Короче, вчера сделал пост в YouTube в комьюнити вкладке, что был занят, делал ремонт, в общем, времени ни на что не хватало, поэтому и на обзоры забил, и мультики не выпускал. Но вот сейчас вроде как все закончил, и брусиловский прорыв, все, мультик завершен, я его полностью снял, смонтировал, сейчас Александр Шуров делает русскую озвучку, так что в пятницу мультик должен быть. У меня, видите, хаос жуткий, вообще как это все потом сортировать не представляю, но первая серия брусиловского прорыва закончена, да, будет вторая. Так, и что я сегодня хотел показать? А сегодня я вам хотел показать, значит, в этом мультике я успел поиспользовать новую фигурку русского солдата, и это у нас фигурка от Нева Брик. И должен сказать, что я просто в диком восторге от этой фигурки, то есть Нева Брик явно улучшил качество своих фигурок, как мне сказали, там они, сейчас, честно говоря, не понял, то ли новый аппарат поставили, то ли какие-то части заменили у старого. В общем, в любом случае, у них какой-то новый вид, стиль, качество печати. И те, кто следит за Нева Брик, я думаю, отметили, что у фигурки практически исчезла, ну вот я же так не вижу, невооруженным взглядом, не знаю, как на камере будет, но практически исчезла зернистость. Раньше у фигурок Нева Брик проглядывала такая вот небольшая зернистость, вот сейчас качество, вот так визуально, ну так навскидку вообще неотличимо от какого-нибудь там TMC. Наверное, спецы, конечно, разницу увидят, но глобально качество стало очень крутым. Дизайн фигурки отличный, качество шикарное, цветопередача, в общем, линии, всё супер. Ну тут уже, правда, на ценители. Я знаю, что есть ценители, которые любят линии потоньше на форме, есть те, которые любят линии потолще, чтобы больше мультяшное было. Тут уже такое, на вкус и цвет. Но глобально фигурка просто супер. И с исторической точки зрения, и с дизайно-технической точки зрения, так можно сказать. Так, давайте посмотрим на неё поближе. Это печатается на торсиках леговских, то есть это не китайские торсики, китайские все детали, и на них проходит печать. Значит, на ботинках грязь, чёрные сапоги с печатью грязи, под сумки. Дизайн, в принципе, узнаваемый. Это TMC такие сделала, по-моему, первые. И вот оттуда примерно дизайн всех один и тот же, с шинелью через плечо. Кстати, в отличие от TMC-шных фигурок, у Niva Brick реально видно, как шинель проходит с плеча на спину, с груди на спину. Потому что у TMC печать шинели есть спереди и сзади, а здесь как бы пусто, ничего нет. Так, сбоку у нас пояс складки, сзади шинель, фляга, ну, достаточно стандартно для всех. Скатка шинели, лямка и фляга. И, собственно, возвращаемся спереди, ещё раз посмотрим. У нас какой-то погон виднеется красный. Правильно, второй не видно, потому что он под шинелью. И, собственно, всё. Лицо, это уже не Niva Brick, это я какое-то кастомное поставил. И я думаю, что многие обратили внимание на кепку. Значит, изначально я снимал свой мультик вот с такими вот, коричневыми. Купил я когда-то их на бриклинке, леговские кепки. И вот так вот у меня выглядел советский, российский солдат царской армии. Однако, на Niva Brick, либо на Game Brick, теперь вы можете купить кастомные 3D, вообще топовые, мега крутые кепки на русских солдат, на вот Первую мировую и, может быть, даже ещё и на гражданку. Делает эти кепки на 3D принтере в моноцвете и цветные делает Game Brick. Тоже, я думаю, что постоянные зрители, да и вообще фанаты этой темы знают эту компанию. И вот Game Brick продаёт, собственно, это всё как на сайте Niva Brick в качестве реселлера, так и у себя на своём собственном сайте. Цены у них одинаковые, поэтому тут же по большому счёту пофиг, где покупать. Посмотрите, это всё в России. В общем, поддерживаем отечественного производителя. Game Brick и Niva Brick, в общем, заходите. Niva Brick делает топовую фигурку, а Game Brick к этой топовой фигурке делает два вида шикарных кепок. Короче, я начинал снимать мультик, Брусиловский прорыв, когда у меня этого всего не было. Я снимал только вот с этими. Но так как мультик у меня по техническим причинам затянулся, как я уже говорил, делал ремонт и всё остальное, то уже в процессе я получил вот эти новые кепки. И, в общем, это всё обыграл, как типа российская армия получила подкрепление. И появились солдаты в новых кепках. Ну и, короче, дальше уже буду снимать всё в новых. В общем, шикарные кепки, так что... Или фуражки, не знаю, как это правильно назвать. Вот. И, заканчивая обзор фигурки от Niva Brick и кепок от Game Brick, я бы хотел ещё отметить некоторые товары Game Brick, которые вот 3D-шапки, которые меня просто убили своим качеством. Значит, ещё мне Game Brick передал... Так, передал будёновку. Немножко не подойдёт. А, стоп! Вот, у меня же есть фигурка с Алиэкспресса. Точно. Вот сейчас идеально будет. Короче, фигурка с Алиэкспресса. Отрываем убогую китайскую будёновку и ставим шикарную будёновку от Game Brick. Вы посмотрите на эту будёновку. Так, тут увеличить надо. Короче, её детализация просто потрясающая. Это, наверное, одна из лучших будёновок, которые есть в LEGO совместимом формате. Они, правда, стоят недёшево, но за ценами это уже сами идите на сайт Niva Brick Game Brick и смотрите. Короче, будёновка мега топ. Вот эта звезда сделана. В общем, всё супер. Так вот, Game Brick сделайте будёновке. Так, теперь у Game Brick же есть кастомные 3D командирские фуражки. Вот такая вот, это больше уже на Вторую мировую. Плюс. А вот тут, честно говоря, я немножко поплыл. Вот эта фуражка, как бы, командирская, но она на флот, что ли, морским пехотинцам каким-нибудь. То есть, я вот, честно говоря, не совсем в этом разбираюсь. По-моему, это вот флотская фуражка. Чёрная. И насколько её можно давать рядовым, то есть, наверное, нет. Наверное, это всё-таки офицерская флотская фуражка. Тут, не знаю, черканите в комментариях. С этим вот не знаком, с этим аксессуаром. Но я предположил бы, что это флотская чёрная офицерская. Так, и, значит, ещё на будущее, когда-нибудь к теме Афганы я, конечно же, вернусь. Из-за того, что огромное количество планов, я ничего не успеваю. Но тема Афгана, она прикольная. И Афганки делают очень крутые Афганки Геймбрик. Вот чего у меня не было так. У меня были обычные эти дурацкие шлемы, а теперь есть такие вот буньки Афганки. В общем, панамы топовые. Так что Геймбрик делает просто мега-крутые, супер-реалистичные аксессуары тоже на большой спектр различных конфликтов. Также у них есть ушанки реалистичные. Может быть, даже слишком реалистичные. Так, и сейчас у меня во второй серии Брусиловского прорыва немцы появятся. И я немцам дам то, чего у меня никогда не было, но очень хотел, чтобы было. Вот такие вот эти кепки на Первую мировую немцам. Тоже Геймбрик делает. До этого никто не делал. Хотя нет, знаете, кто-то, наверное, делал. Я когда-то видел у кого-то давным-давно, но мне кажется, это вообще было кастомное, что-то такое не совсем профессиональное, штучное, типа вот как Вуди 34 делает такой есть чувак. Я когда-то показывал головной убор от него. Вот он, по-моему, такие когда-то делал в небольшом количестве. Ну и на современку. Это уже, я боюсь, куда-то вот сюда, вот на многострадальный конфликт с Украиной. Вот современный... Ааа! Вот такой современный шлем есть. Очень крутой делает Геймбрик. И еще один тип такого похожего шлема. Сейчас гляну. В общем, по головным уборам, мне кажется, что лучше Геймбрика сейчас прямо очень сложно найти. Была до этого всего одна компания, которая называлась Tiny Veterans. Вот я думаю, что сейчас Геймбрик, наверное, даже их переплюнул. Так, да, и вот еще один шлем тоже на современную войну, на туда, как ни печально, на Украину. Все, значит, показал я вам мега-крутую фигурку Нева Брик на Первую мировую, на мой брусселский прорыв и в теории, наверное, на гражданку. Также показал я вам весь спектр головных уборов от Геймбрик. Мега-крутые, прям вообще очень зачетно. Ну и смотрите, все это есть на двух сайтах Нева Брик, Геймбрик, ссылки будут в описании. А я пойду сейчас домонтирую. И все, ждите мультик брусселский прорыв в следующую пятницу. Все, до новых встреч на канале. Всем удачи, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok